Добрый день, Болтава. Здравствуй, Украина. Уже будем говорить более шире, потому что я знаю, что нас посмотрят дальше. Сегодня я пригласил выпить чашку чая, кофе, быстрее всего. Валерий Алексеевич Парховенко. Почему я вас пригласил? Многие знают, что я не профессиональный журналист, поэтому я довольно часто смотрю профессионалов, чем они занимаются, как они доносят информацию Украине, людям, правдивую информацию. И вот я столкнулся с одной передачей, которая меня повергла, честно говоря, в шок. Почему? Потому что там непосредственно были сказаны фамилии, в частности, ваша, да? Вы человек, которого я знаю. И я начал слушать, и начал сопоставлять, и мне многие вещи начали коротить. Я начал искать правду, но, скажем так, профессиональные журналисты показали что-то такое своеобразное, свое видение, хотя они должны были бы быть объективными. В частности, вот у меня возникло ряд вопросов, сразу же по той передаче, я себе немножко пронотировал. Там было сказано, что вы отказались встречаться с журналистами. Честно говоря, ну как, вот я вам позвонил, да, есть возможность, мы с вами встретились. Почему вы отказались с ним встречаться? И было ли это? Потому что там не показано было вашего отказа. Ну, на украинском я буду. Видимо лучше, конечно. Ну, по-перше, я дякую за запрошение, потому что, в принципе, сьогодні не так часто доводится спілкуватися с журналистами. Когда я был посадовцем, да, там, депутатом, был какой-то повноважение, тогда журналистами было более стеснее, там, частейше спілкувание. Но сегодня на ваших вопросах скажу, что журналист телеканал, который телефонировал, он поступил, ну, я не знаю, корректно, некорректно, но не по-людски, как говорят в народе, это 100%. Потому что мне вообще никто не предлагал встречаться. Мне был телефонный звонок, и прямо в лоб было вопрос. Вот вы, Валерий, говорю, да, я там журналист телеканалу такого-то, вот вы там организовывали какие-то злочинные действия против Майдана. Я говорю, ну, по-перше, это брехня. По-друге, откуда вы это взяли? Они мне начали рассказать, что они там где-то что-то знают. Я говорю, что нет вопросов, я готов встретиться. Это первое, думаю. По-друге, было много, ну, по-перше, было финансово, я выступал сводком и говорил про те свои действия, что я делал в этот период времени. Тем более, что, не зважаючи на то, что я был посадил особой, да, и мав отношения к политической силе партии регионов, но, однозначно, я не допускал того, чтобы порушивать законодательство и сильно какие-то... То есть вы все равно действовали в рамках законов? Да, да. Ну, как действовали, например, мне говорят, вот проводили митинг, я хочу сказать вам, что первый митинг на территории Полтавской области, он назывался «За единую Украину», где мы говорили про то, что не должно быть у нас... Дякую. Мы говорили про то, что у нас не должно быть, скажем так, расколок, а может быть одна, двое, три, десять точек зору на одну подъю, или на какую-то дею, но это не должно лежать вот таким клином, который расколует общество. И вот, слава Богу, но не звинуватило меня в том, что мы там были расколы, хотя была попытка. Вот, и когда меня запитали, там, за все эти события, я же тогда забыл, я говорю, что первый год был такой крок. Но потом, когда эта журналистка снова-таки пыталась что-то запитать, я говорю, давайте мы перейдем в другую площадку, то вы спросили меня за мои действия, моих минулых, да? Давайте мы сегодня, я вам скажу, сколько за период ходит заступников в области администрации, им отвечали за напрямок гуманитарный, в том числе и дети, и молодь, то вот я хочу сказать, что мы добавили 10 тысяч мест в детских садочках. Это побудовали, реконструировали, восстановили, расширили. В селе, где не было детских садочков, открыли новые, на базе там, навчальных садов. А ей не интересно было, похоже, что? Нет, а ей это не интересно, потому что это как раз простая информация, которая никому не интересна, а этим журналистам, которые звонили, им теперь пожарные факты, какие-то там такие. Ну, когда я, по-перше, сам побачил этот сюжет, я був так. Вы видели этот сюжет, да? Да, я его побачил, мне зателефонировали, я его нашел в интернете, просто, скажем так, намагаться с ними садиться и говорить о том, что они висвятливали. Ну, я думаю, что они, знаю, что есть свою репутацию этого канала, который за ним стоит, как и магнаты, то я понимаю, что мои действия будут безсильны, я только втягнусь, скажем так, по... Не нужна полемика. Да, не нужна полемика, потому что, когда ты говоришь одно, а от тебя хочет почутить иное, то, естественно, будет выяснивать иное. И, кстати, когда я начал рассказывать о те событиях, о том, что происходило на территории Полтавской области, в социальной сфере, то это же не показали. Показали то, что хотели почутить. Да, вот они там вирвали какие-то строчки из контекста. Да, хотя эти строчки, которые они вирвали, они, может быть, сами не зрозумели те, что... Ну, сами не зрозумели тонкости того посилу, который я им сказал. Я им сказал, что... Вы же понимаете, что я адекватная людина, и понимаете, что давать какие-то наказы своим подлегам, и понимаете, что они не лежат в площадке законодательства, это абсолютно... Ну, вы отвечаете уже на мою вопрос. Да, и потом я им говорю, что... Вы же понимаете, что завтра прийде другой день, и сегодняшний будут отвечать за эти события, которые сегодня происходят. Поэтому масса вопросов, и она должна быть возникать... Ну, если бы мне, то хай до меня, и готов дать ответы. Но короткую ремарку, как мы сегодня встречаемся, это второй день, когда все увидели декларацию наших чиновников. И вот, как не дивно, наш президент, которого брали, на хвиле патриотизма, поднесения, который говорил, что я за патриотизм закинчу войну, мы видим, что сегодня у него есть в Крыму властность. И ничего страшного. И вы же сами понимаете, я думаю, что и все, кто понимает законодательство, что в Крыму сегодня могут работать только те предприятия, которые переоформили свои документы и стали поддерживать Россию. Это правда. Поэтому сегодня нашего президента, мы понимаем, что все предприятия, которые находятся в Крыму, они переоформлены и платят податки Российской Федерации. Со всеми вытекающими, скажем так. Да, какие сейчас могут быть вопросов к простой человеку, к мне, або к той женщине, как я говорил в сюжете, которую там виноват, что она принимала антигонтар. Просто прийде час, я думаю, и мы увидим очень много интересных вещей, которые мы не хотели, возможно, даже слышать и видеть, потому что гибель такой идеи, которая произошла, это ужасно. Но у меня есть такое ощущение, что мы побачиваем информацию, хочу историю, что до этого причинены люди, которые сегодня сидят в кабинетах в Ищевской Федерации. Слишком похоже на это. Все-таки я вам скажу честно, но вы, по ходу, отвечаете. Разовор так складывается, что некоторые мои вопросы просто сами собой отпадают. Мне больше интересно, я недавно в соцсетях имел неприятный разовор. Кстати, кофе мы пьем в пастерии. Нас здесь приютили сегодня. Неприятный разовор вот какого характера. Была затронута фамилия Александра Васильевича Водовиченко. Ну и человек, то ли не зная, о чем он говорит, то ли я так и не понял, к чему он клонил. Что-то в стиле того, что у Александра Васильевича кровь Майдана на руках. На мой вопрос, а знаешь ли ты, что делал Александр Васильевич в дни Майдана, человек просто ушел в сторону и перестал вообще общаться. Я знаю, что... Я не участник на этом. Говорю, как есть. Меня там не было. Я со стороны за этим наблюдал, потому что у меня слишком много вопросов после понаранчика осталось. Как вы видите, я знаю, что вы были рядом с Александром Васильевичем. Что конкретно... Давайте так, вам, может, неприятно о себе будет говорить, да? Давайте будем говорить о том, что Александр Васильевич делал. Или вы вдвоем делали. Что вы делали в тот момент, когда был момент, что в Полтаве назревало? Я вам... Ну, возможно, это кому-то интересно, кому-то не интересно. Может, прийде час, и надо какие-то... Ну, я не скажу, там, книгу. Но какие-то строки надо, мабуть, все-таки, залишить для истории, потому что подеи ж сьогодні там, снимают фильмы, показывают там подеи. И с одного боку, да, с позиции тех, кто вышел на Майдан, на Евромайдан, а с другого боку тоже шесть люди. И если сегодня мы говорим, что... Но мы все украинцы, почему мы должны принимать, скажем так, одну информацию, а другую просто откидать? Вот, снова, я хочу вернуться... Вот вы вспомнили, что Майдан, это технология, ну, скажем так, когда мы видим, что Майдани, это, в принципе, технология, которая используется на тот момент потребами населения. Я абсолютно... Ну, я не скажу, что там, задоволен, или не задоволен. Я абсолютно понимаю тех людей, которые вышли и говорят, что мы хотим жить лучше, а кто хочет жить лучше? Я не хочу жить лучше, не хочу, чтобы у меня мама или донька жила лучше. Потому что, конечно, хочется кращего и развития, и, скажем так, благополучия, и не только благополучия, а, мабуть, еще комфортного життя на территории нашей страны. Поэтому, вот, помаранчая революция, в чём? Можно по-різному рассказать, но мы видим, что, в принципе, история, это все на своем. Да, она повторится. Помаранчая Майдана, за Ющенко было больше 8,5% как президента. И что мы видим на выходе. Можно по-різному говорить. Он там виправился, не виправился, там его команда перегризлася, или еще что-то еще. Мы снова уже видим сейчас историю с Евромайданом. Люди дали вот им доверие президенту, но, в принципе, только под тиском общества и общества, что-то меняется, и то не очень быстро. Потому что все пытаются просто под этот, как говорят в народе, шухер, в одних забрати, перерозподелить и отдать свои. Вот и все. То есть, перерозподел финансов, ресурсов, людских и так далее, под причиной борьбы там с инакомислячими, или еще с каким-то. Для меня это абсолютно непрепустимо. Вот. И то, что случилось с событиями 13-го и 14-го года, я помню, как разогнули мы там на метро-местечко, на правительство областной администрации, и как проходили митинги. И я хочу сказать, что когда там народ взорвался, мы не хотим почувствовать, абсолютно никакого было кования. А Довиченко выходил в туалетей, столкнулся, поруч был и я, потому что я заступник. И мы слушали разные точки зрения, и наш адрес, в том числе, и адрес дедушного президента. Но такая ситуация, мы были в главе, и мы несли ответственность и в политическом плане, и в экономическом, и в социальном, и в политическом плане, и в политическом плане. Поэтому я помню, даже когда приходили первые пикеты под видеокамеру депутаты областной ради, тот же самый Петро Оборона, двери стукали, их не пустили, они лежачий пикет, лягали на одну минуту, встали, и такой голос, ну что, Петро зняв, да, зняв, все нормально, отсылай, известно Киев. Все побегли дальше. Ну, то есть это было так. Картинка. Да, сделали картинку, показали борьбу. Ну, это такая... И потом эту картинку сразу на пятом канале, на других каналах начали борьбу и показывать. Апелли развертались, ситуация нагнеталась. Президент, мабуть, адекватно уже не мог оценивать ситуацию. Та, что створила его точность, я думаю, что его точность просто погубила, потому что реально ситуацию, яка в державе там, и так и другая, это, мабуть, белячка всех президентов, в том числе и Кучмин, я помню. Ну, что Кучмин знал, что у нас хлеба в селе не говорится, в 90-х веках. Нет, он же царь, он же должен все знать. А вот пришел еще певные степеньки влады, и понимал, что мы будем просто на стилу жили аналитик, и показывали, что все нормально, все управляем, мы все решаем. И та команда, которую мы уточили в последнем часе, это были просто бизнесмены, которых можно увидеть сегодня в Верховной Раде. И все остается на том же уровне? Я не говорю, что все, но они просто просто они выбросили тедишнюю владу и президента, для того, чтобы заработать крім политичных и финансовых изменений. то есть телеповертанцы до подий наших, значит, было так называемый а-ля штур областной администрации, ну, не администрации, а зал заседания, туда зайшли механические, заняли его, то так, уже, как бы, это уже было 14 лет, по-другому, по-другому, кинець грудня, начало клютого, то ну, я не скажу, сегодня в том, что они ставили вимоги, ну, это было не я, не я, не чем понимание, не повноваженное веописание. То есть оно к вам не имело никакого отношения? Ну, просто, что они, ну, это технология, снова что, створение народной рады, да, народная рада должна была взяться на себе функцию в органах выполненных владельцев, ну, то есть революция, вот, надо просто перечислить, а не Галиняна, а не побачить, что такая революция, и как от формуется переходный период, Народная Рада, администрационный флаг, мы переворачиваемся на все. Это просто разговор, потому что я понимаю, что это фарс. Это социальный фарс для того, чтобы собирать балы у населения, принять его на борьбу или на захват, на охотный выстрел тех, куда непослушных в АТО, послушных у Верховного Рада. Я вас слушаю, вы знаете, извините, перерывайте эту периодически. У меня создается впечатление, что кто-то хотел крови все-таки. Не важно, чьей, лишь бы кровь была. Понятно, что приходили разные команды, разные позиции из центра, как там себя вести, как там действовать. Но в первую очередь есть определенные морально-этичные нормы. И я помню, что у Довещенко категорично, когда были какие-то предпосылки, что давайте мы сейчас разнесем, взметем там, под разными видами, из казармин, я не допущу противостояния силовиков с людьми, которые находятся на Майдане. И мы выходили до людей. И у них была там, например, у них. Мы хотим, чтобы у нас была комната. Я помню, как я тогда вышел до них. Зайшли мы в областную адміністрацию. Мы на первом колесе увидели им комнату. Они сразу же там прямо в коридоре провели митинг. Конечно, на меня тогда надо понимать. Заходят там сто человек, и там все такие... Ищут причины. Ищут причины. Причем, я думаю, серед них были таки хлопцы с татуировками, по которым можно объяснить, что они проходили шкуру в местах на столе на льоме. Пару человек бачив заточки в руках рукава. Тобто могли тебе цикл просто клацать, и никто не знал спецхален на революционную деятельность. В принципе, я вважаю, что один из тех позитивов, это то, что, как бы нас там кто-то не пришел, или из одного, или из другого, потому что, я скажу, силовики там и были, как говорится, видение развития ситуации, и разруливание. То мы вот прошли этот шлюх. Прошли этот шлюх. Очень тяжелый. Эта передача его подняла. Я даже скажу, что я сгадую подея, когда он предназначен уже новый импернатор замысел Довиченко. Останнее распоряжение, которое я подписал Довиченко, это было про мою звонку. Потому что, в принципе, оставшись я, и он больше никогда не звонил. Он меня звонил. Зрозумело, его уже не было. Я оставался какого-то с ключами, как керевник аппарата, замыселом импернатора, предназначен одного губернатора, мне приемно звонит. Зайдите, я захожу. Добрый день. На меня сразу накинулись, и все эти парни что-то проводили. У меня когда-то был в фейсбуке стрим про мою антифашистскую руку, где я висвитлювал работу, не работу, а патриотическое похоронение на основе подей в Литве Чезаме Великой. Наши дети, родители, которые воювали, захищали эту землю, и не только эту, а вообще европейскую фашистскую службу. Я вот такий рух историй, и до меня прям вот эти «хлопцы свободы» у нас больше лет. Это главный фашист, и сейчас ему расскажем, как родину любит. Ну, я захожу до Бывайчука, и говорю, все, вот ключи, то-то, то-то. Единое поклонение, люди тут профессиональные, они працаны на зарплату, на палате. Ну, не махать я спричал, а в принципе. А он мне говорит, так ты же будешь работать. Я повернулся до него, я говорю, смесьно. Ну, ты же, я в тебя так ставлю, ты должен все два-три дня дробить. Ну, то есть, это такое смешное сегодня. Дело в том, что его слова я отлично понимаю. Почему? Потому что вы были готовы специалисты, готовый инструмент, который можно было использовать. Ну, это, как бы, это события, которые произошли в лютого 400-го года. Поэтому я считаю, что мы, может быть, больше не могли сделать. Вот то, что мы сделали. Ну, я имею в виду, в решении этой ситуации. Так были штурмы администрации. Сделали медицинские. Наверное, после этих штурмов, я помню, когда... Ну, тогда было лет, накидали файера. У меня есть служба охороны показания. Дядь Киев стейпа. Степан. Стреляли? Да, стреляли. Стреляли. Просто шел. Ну, случайность. И не кого она зацепила. Было три или четыре выстрела. Мули. А вот символового калибра, нагрелка, ОПП-45. Валерий Алексеевич, вернемся к передаче. Вы все перекрутили по-своему, но ничего страшного. Вы доносите интересную информацию. В передаче было сказано интересно. Было сказано, что вы финансировали антимайдан. Выделяли какие-то средства. Мне стало интересно, где вы взяли деньги на это все? Ну, во-первых, в этой передаче все сказали, но это было взято не из моих. Ну, не из разговора. Это их предпочтение. Не из разговора, да. Но они сказали эту фразу. Они сделали предпочтение, чтобы было финансирование. Поэтому я скажу, что это особенная причина. Потому что с такой самой ситуацией, можно сказать, что Порошенко финансировал Майдан. Поэтому я говорю, для меня это не так. Чего мы сейчас, ну, не сейчас, делим людей на хороших и плохих. Те, что были на Майдане – это хорошие, а те, что не вышли на Майдан – это плохие. Или антимайдан. Или антимайдан. Это точка зрения. И в демократичном суспільстве каждый человек имеет право на свой голос и право его высказать. И я хочу сказать, что просто нагнетание ситуации. И вот, понимаете, я очень много, ну, не скажу, что много разбирался в политике, но я, как бы, маю певный опыт, и життя в том числе. Я хочу сказать, что на превеликий жаль, рационально из выборцев никто не поступает на голосование. Революции работают. Это все эмоции. Нерационально все работает. Никто из выборцев не читал программу президента. Никто из выборцев не читал программу президента. Никто из выбора не читал программу ВЕЙШ БОЛАЩИНную. Это все, это вся программа. И сегодня, это эмоции. Валерий Алексеевич, вопрос. В той же самой передаче, вот она меня крутит и все, как истребит. Было сказано, что отправлялись работники бюджетной сферы на антимайдан. Честно вам скажу, руководство у меня очень широкое. Я видел и знаю людей, которые были как на майдане, так и на антимайдане. Я этих людей. Но среди тех, кого я знаю, кто был на антимайдане, ни одного бюджетника нет. Эту передачу я посмотрел где-то недели полторы тому назад, ну, мне 10 лет. Я очень много спрашивал, выяснял для себя. Я искал бюджетников, которые ездили на антимайдан. Я их не нашел. Говорю, как есть. А вы знаете таких людей? Есть ли? Без имен, без фамилии. Нет. Так что я могу... По-перше, я скажу, что бюджетник, ну, я вот говорю, бюджетник поїхал на антимайдан. А это значит, что? Это значит, что его послал керевник. Да. Тобто силой заставил ехать против его воли. Поэтому, когда мы говорим о том, что работники бюджетных установок, то таких випадков у нас нет. И, в принципе, ну, как вы себе представляете, что это... Вот я же этим и заинтересовал. В школе дали команду, вчителі снялися и поехали, дети сидят сами. Просто сам прецедент я начинаю искать. То есть я даром время прекратил получать. Да, або работники социальной сферы. Все же люди на работе. И, конечно... Утром пришел до вечера воскресенье. Да, они работают. Можливо, возможно, кто-то... В отпуске или как же? Даже не в отпуске. Я скажу, маникум мий. Да, он, например, он ездит на помаранчане. Все, он зимою поехал в аварийную. Вот все, ну, сегодня я к ним еще поговорить, я скажу, все до рождения. Да. Да. А в цей раз уже все. Даже я был на Антимайдане, наверное, помидел. То есть мировоззрительное помидел? Да, для меня это... Ну, для чего это помидел? Для того, чтобы, знаете, делать или объяснить образ человека. Ну, все люди, все украинцы, ломандяне там. Но каждый без своей идеологии. Вот через это, я думаю, она их испонукала. Ну, я скажу гирше, у меня есть знакомый, что у меня дочка работала на раннем фотографии. Так вот, у нас прошел на Мальтана, была на раннем фотографии. Несмотря на то, что работал прокурор. Да. Казалось бы, она должна была по другой стороне, да? Да. Ну, можно так. Ну, это все. А те, что там, кто-то помогает, что бежать, мне не взвозили, там, чищились. Ну, как, может быть, 5-6 садочка забрать людей? Ну, у меня дочка тогда в детский сад ходила. Я бы первый задал вопрос. Ничего себе, где воспитательница? Да. Тому, я думаю, это... Пошел. Кишки. Ну, черная кишка в черной комнате. И намагание... Вот. Ну, что делать? Что сделать? Намагание, что делать? Намагание, что делать? Потому что мы использовали административный ресурс, для выполнения каких-то задач. Вот. 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 Ну, с одного боку, в принципе, всегда надо снимать историю, навіть далеко, аблистутин плачут, потому что... Но я думаю, что у нас есть у меня уже больше людей, над которыми надо не те, что думать, а ломать голову, указать ответы на те или иные вопросы. Мы вот это перешли обратно, извините, опять перебивали сегодня. Прошла пятница. В пятницу мы были в областной радио, я видел вас. Происходили на сессии определенные движения. Скажите, что это? Зачем это? Ну, с одного боку... Я думаю, там несколько направлений, которые подвинули. Ну, первое, это заявка одних из лидеров солидарности, что сказали, а чего холод хотели снять? Ну, это ответ не ходит. Просто так. Лежно. А беленький солидарь говорит, вы видели фильм «Ответный ход»? Ну, я его переделюсь очень много, потому что я хотел бы мне десантникам ходить. Это же в школу ходить. Поэтому я видел «Ответный ход». Я достаточно видел. Нет, просто я вам скажу, к чему я веду. Меня, знаете, что самое большое место было? За последние несколько месяцев я отчетливо проследил интересную тенденцию. Был момент, попытка прямо и после наколихать Беленького Александра Юрьевича, потом головка, теперь холод, и теперь я за столом вижу еще одного человека. Я думаю, что… Это будет дальше продолжаться? Я думаю, да. Ну, в принципе, если вы были в политике, то сгадайте. Нет, нет, нет. Ну, не в политике, а в политике. А вот в информационном пространстве. Ага. Вот можно сказать, что я там приезжаю додому до батьков, это был 14-й или 19-й, а мне мама говорит, что я сегодня была около магазина. Сказали, что ничего не снимали. Я говорю, мама, где? как на кемене, 200 километров полтав. Идем на вечерку, и там в магазине. Люди зашлися купать хлеб, обсуждают информацию, что они… Ну, по-моему, это говорит о том, что все-таки фигуры, их знают. Даже вот таких точках их знают. А мы спросили, если вы знаете, что там в Косе Сильнище было? Я думаю, что этот призвищник никто не знал. Это был такой механизм, манипулирование, может быть. Японская еда, я стою в администрации, я говорю, что такое у нас… Ну, в области просто пішла лавина слухов про знание Довиченко. И как мы в эту ситуацию поступили? Мы сделали прес-конференцию. И журналісту, я думаю, сказал, «Задай вопрос». Он задал вопрос. И сразу сняли. И, может быть, есть какие-то силы, которые хотят снять одну, поставить свою, я думаю, и сегодняшнюю ситуацию. Это один из направлений. Другой направлений – это какие-то там эти разборки политические. Ну, Юлия Владимировна на типах оппозиции, Аля Адан – «Солидарность» в оппозиции. Глава администрации представляет сегодня, скажем так, «Народный фронт». Вы же понимаете, что я представляю «Народный фронт». Первый зал у него – «Солидарность». То есть, я думаю, что тут такие венеры. И вот какие-то попытки, там, когда хватит. Ну, когда сказали, что недоверие у нас, и спросили меня, как эксперты. Да, я сказал, эксперты самоврядувания. Ну, и эксперты, кто-то, кто-то понимает. Я сказал, что, ну, а какой сенс недоверие, если два месяца назад только областная рада заслужила информацию и затвердила звати. Все. Это все сказано. Ну, качать качели – навеще? Для того, чтобы показать, ну, то есть, какая-то такая события. Соответственно, это было, давайте, мы открутим оборотку и снимем холод, за то, что он там населил. Но, если вы смотрели, и были присутствием на сессии с пич, до Веченко, он был очень короткий. Я записывал. Как бы там ни было, но он сказал, что мы сегодня проголосовали за эту президенту, которая есть. И вот это на сегодняшний день наша, как говорится, ситуация, доля, можно сказать. Но сами выбрали эту дорогу. Да. А если за этого механизма сейчас выбернуть, ну, мы же понимаем, что Ватьховщина станет в оппозицию. Ватьховщина станет в оппозицию, может еще какой-то протянуть. И бюджет областей вообще никто не прийме. Те, что они спустились, хлопцы, ну, это говорит про политическую... Политическую игру. Нет, нет, я сейчас... Те, что они спустились до чуть ли не особистности, ну, я считаю, что такое посадовое особое не должно делать. Те там обзывать, говорить, что клептю не хватает, или еще какие-то это по-перше даже с точной морали. Потому что политика, вы знаете, она должна быть так же, как... Ну, понятно, что она присутствует в всех сферах жизни, но площадка политическая должна быть где-то в одном месте. Областная Рада, Верховная Рада, Мирская Рада... Вот, вспомнили, мы Евромайдан, да? Я помню, как до активической головы Киевской Ради Чемнового приехала группа боевиков, начали лововаться в дверях. Они же получили команду, милиция бездъявлена. А оказалось, что жители там не живут, жители готовят. Дети живут, переляканные, какие-то неведомые, с оружием, с битами, с ножами, ломают двери, милиции ничего не делают. Я считаю, что это реальная революция. Вы приезжали к маме Яда, и тоже намагались, что ему надо. Хорошо, просто что другая сторона немного мягче по своей природе. Люди, да, они более выражены, более глубже оцениваются. не такими радикальными действиями. Надо пройти час. И те люди, которые были лякими, станут твердыми. И как загрелось так. И они сейчас идут по хатках тех, кто до них приходит. Будут питать, а что ты до меня приходит? И снова милиция будет бездъяти. Питание? Питание. Ну, взагалі, я думаю, что у нас происходит. У нас потихоньку строится полицейская страна, и сегодня говорят, что будет Майдан. Не будет Майдана. Он его задавлять в самозародище. Но если его задавлять в самозародище, тогда будет не Майдан, тогда будет цунами. И я думаю, что после того, как народ планирует свои статки, это может вручание на кого-то вплине, а с другой это может подхлеснуть и сказать, что за 20 лет независимости моя мама работала, это не нормально, но заработал на пенсию 1200. Я вчера звоню с сестрой. Она говорит, что не проплата. И президент, который официально работал с 93 по 98 год на бизнесе, осталось народным депутатом, государственным, мое 104 предприятия, в том числе в Российской Федерации. Я думаю, что есть вопросы. А вы думаете, народ готов все-таки выходить и задавать эти вопросы? Нет, я не скажу, что сейчас. Ну, через время даже. А через время, конечно. Вы понимаете, вот мы с вами сегодня сидим, разбилкуемся, у нас есть есть важность, есть желание, и все-таки это делать. Но когда у нас станет ситуация без выхода, и каждый переусмыслит, они могут работать, и и человек может пойти на какие-то люди. Я вам наведу пример из жизни. Я по лесу, мужик выгуляет собак. Я на беде. Одна собака побачила и от него отрываются два бойцовские и летят на меня. Я так раз, где сосна, сосны рядом, не могу, стою у меня с собой велосипед, и вот ситуация, я потом анализирую, и я понимаю, что я ничего не сделаю. Они кидаются, я велик между ними собою, ну, буквально может секунду, когда я уже отступал, уже некогда был там уже прижимаю, грана есть, он вырывается, ну, ну, я уже понимаю, что все, и тут вот я просто приезжаю, только ими все. и ты буквально хозяин сходил за полку, поднял, все все типа, я реализовал, что ничего не сделаешь, он не сделает, ничего не сделаешь, ни для меня знаете, что ключевой фразой было в том, что вы рассказываете, хозяин, да, все, я говорю, ты что, может, собаки, я же не думал, что они побежали, но сегодня уже две разы я уже подготовил, я уже подготовил, и готов вступать в дискуссию уже с собаками. Поэтому так же и у людей, я думаю, сегодня просто вот так иди, 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 или иди, это нас государство и влада, иди, иди на YouTube, на канале 1Плюс1 святское життя, показывают просто без него. И у меня посещают тебе, я привез там ей сняти, там ее помогает, она говорит, Валера привези меня в магазин, куплю масло. Я говорю, Он говорит, что я могу, а что дома нет, он говорит, что я за месяц ем хлеб, какую-то пашу варю и заправляю это в лимфе, потому что на масло нет души. В то время, когда нам показывают, даже когда мы сейчас сидим и сюда человек заходит и готова потратить, что бабуся. Можете позволить? Вечу ли то, что все життя прожило в этой мораторії. В ней есть два паяния. Она говорит, что я хочу, чтобы не делать это, потому что это треба. Это все переживание. Кто сегодня у меня есть пропозицию? Син Петра Алексеевича. Возьмите мораторию. Враховывая эти статки, которые есть Петра Алексеевича и тех людей, которые сидят в Верховне и другие чиновники. Мы для себя понимаем, кто может эту землю скупить. Платить у тебя больше. И другие такие же люди, которые живут в Севере. Мы просто можем задать приватизацию предприятий в заваловании. И сегодня ситуация будет ждать землю. Как 22-й год, например. Он чей-то. И реально никто ничего не может с ним сделать. Я думаю, что основная ценность – это земля. Ну, как и предать завтра, что мы продали людей весело вид. И сказали, что все, мы будем походить. И Украина станет просто предатком. Зайдут китайцы, индейцы или еще кто-то своими технологиями. То есть вы считаете, что это плохо продажа земли? Нет. Землю не продавать. И чтобы это был преимущество, чтобы эту землю, как бы там ни было, а это возьмите Францию у человека 8-голтар земли. Где он богатейшая человек в Франции. Так чтобы эти деньги остались за людьми, которые у них есть. Хочут туда, может быть, чтобы она не продала. Она сдала в аренду по той цене, чтобы продать. Но это земля должна перейти. Детям, онукам, как маяток. Чтобы она стала сукраинским все равно. Как маяток. Потому что, опять же таки, если есть возможность купить в саде или кто-то, кто-то не будет, чтобы никто из-за кордона. Так все найдут фирму. Ну я не знаю, я сейчас не отслежу, что года-два тому назад китайцы очень активно интересовались нашей землей. Я знаю точно. Все, все цепали. И сейчас они могут открыть предприемства на территории Украины. С украинцами. Завезти туда через инвестиционный фонд Роши. Это не забывайте. Все будущее, даже хлопоти в болоника, затовывайте, как добре, мы получили инвестиции в экономию. А что Вы думаете в областной Раде? Дело в том, что, насколько я понимаю, все-таки формат, он после того, когда все устатковалось, без украинского языка уже не могу, областная Рада начала работать, какой-то промежуток. У Вас время, пожалуйста, областная Рада начала работать, все нормально, но сейчас вот эти передряги и все. Форматы меняются. Я могу прогнозировать два развития событий. Первый – это оставаться так, как все было. Молодой. То есть беленький есть голова, холод заступник и панко заступник. И второй вариант – это когда будут реформатировать. Но реформатировать, чтобы вы понимали, что это будет выпускаться в джин, из ковшина, и реформировать просто так уже не получится. Уже кто-то захочет себе больше, кто-то меньше. Я думаю, мы сейчас увидимся в разборке по поводу партии простых людей, когда Рядков сказал, что не будет выпускаться. Да, а в минуту, что сегодня ВО, Полтава Фарм, независимый человек, независимый, а завтра из ВО переведут простого работника. Ну я понял. Да, извольните и все. А да, очень сильно получается. Да. Вот эти торги за посады, это, скажем так, наша политическая сила Рядное Место, мы вещество. И когда приходят, нам говорят, что надо, давайте, мы еще. Нет, мне то что еще надо, но в целом... Я вам скажу, как я вижу, выигрыш Рядное Место очень простое. Дело в том, что вы независимы от Киева, от влияния свыше. Да, да, у нас своя политика, причем политика, она выключена на нашем территориальном, региональном ревне. И мы сами берем приоритеты, и что делать, темише мы маем величезный досвид, який есть там, в правительственном житте. Вот. Ну, тут я еще хочу, и снова что таки, то давайте на проанализуемую ситуацию по областной Раде. Один, что Беленький взял явление на сессию областной Ради про недовіру Головкова. Да, это уже вопрос. Питания? Питания. Ну, пришел в холод, попросил, ну и что, что попросил? Питания. Питания. Ставится на голосование. Значит, что он делал? Он, виск по роли, провокировал. То, что из роли вынесет вопрос. Спровоцировал дальнейшее действие. Да, и все понеслось. Вот, как про меня, это моя точка. Понимаете, она же звичайна. А мне же не выносит. Ну да. Ихай бы тогда не разбирался, набирали информацию, чего недовіру. За какие грехи, за какие действия. Поэтому... Ну, идеальный вариант на сегодняшний момент никаких перемещений не делать. Но дело в том, что следствие вот этих действий последних две сессии, да, там Головко, потом Холод, мне кажется, все равно какая-то внутренняя переформатировка взаимоотношений между фракциями будет. Вы же понимаете, это изначально мы понимали, что вот такое оно может быть. Поэтому в этой ситуации политика – это политика. Форошенко с Путиной встречаются руки. Нет, так вот. Потом разходятся и кажут свои рассказы. Поэтому и тут. Надо сидеть и работать. Я понимаю, что... А, смотрите, снова же таки... А вдруг сейчас возьмут изменения в законодательстве, скажут, что все, ребята, администрация легендуется. Все пришли на выборы местных советов. А в законе, что написано, что выборы в последнюю неделю в Жовтине, в 2017 году. Это изменения в Конституции. Если их сейчас продавлять, это мы понимаем, что будут изменения в Конституции. Мы понимаем, что сегодня Верховная Рада не проголосует за особенный статус Донбасса. Не проголосует. А в следующей Верховной Раде не будет на родных фронтах, не будет каких-то солидарностей, или еще кого-то. Я думаю, они будут заниматься, навести какие-то маринетические партии. Я так подозреваю, что нам надо с вами за чашкой кофе чаще встречаться в выкладец. Я давно за вами охотился, время поджимает. Я готов. Если раз в неделю, то я думаю, мы можем нашим зрителям надеяться. А вот раз в месяц. Раз в месяц, раз в две. И давайте еще договоримся так. По событиям, все-таки вы хорошо выдаёте анализ. Большинство из нас, в том числе и я, многих вещей и процессов не понимаем. Вы больше знаете, вы больше видите. Я только учусь этому. не знаю, зачем вчера жена спрашивала. Зачем это тебе все? Я и не могу ответить, честно говоря. Мне самому и для себя интересно. Я хочу понимать и знать, что происходит. Мне интересно слышать вас, для того, чтобы понимать, что я оставлю ребёнок. Что я оставлю ребёнок? Мне интересно. Треба анализовать и все. Когда я в этих подобиях побывался, у меня один из них говорит, что Галера, будет то, что в Черногории, в Словении, там, да? Треба анализовать. Ну, отлично. Это ничего. Это какая война для себя. Для себя не будет. Вот он был. Знайом, я говорю, наглаз на свой товар, поля главы. Это буквально после этих подлинных, но будет до нескольких тысяч. Это же ничего не будет. Таких, кто пришли, прежде чем ты думаешь. Вин-то, девушка, на заведение, я говорю, что вы динько уже понимали. Почему? Ну что, будем заканчивать. Поэтому спасибо Валерию Алексеевичу. Будем надеяться, что, как если в этот раз, вчера созвонились, сегодня встретились, и будем так и дальше. У кого какие вопросы, пишите, не вопрос, будем отвечать. Если серьезные глобальные вопросы, значит, будем отдельно выдергивать Валерию Алексеевича. Спасибо большое за встречу. Спасибо вам. Спасибо этому прекрасному примещению. Спасибо хозяевам. Уютно. На здоровье. Хорошая колода. Спасибо. Всем удачи. Спасибо.